Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас должен был выходить совсем другой видеоролик по совсем другой теме, но так сложилось, что сегодня у нас выходит видеоролик, который связан с новой игровой валютой, с танкойнами, именно завтра уже в недельных контейнерах появится данная игровая валюта и сегодня я бы хотел поговорить на эту тему, также рассказать про летнюю распродажу, про фонды, которые у нас будут в ближайшие выходные. В общем, завтра у нас будут уже определенные обновления произведены в игре, поэтому сегодня такой вот незапланированный видеоролик на данную тематику появляется. Я быстренько, конечно же, отправился на поиски, сколько же будет у нас танкойнов в одном недельном контейнере, потому что для меня это, наверное, таки самая важная была информация, которую я бы хотел бы узнать, как я и говорил в предыдущих видеороликах, то что танкойнов в недельном одном контейнере будет мало, так оно, в принципе, и сложилось, тут никого не удивишь. Три танкойна в одном недельном контейнере, то есть по моим подсчетам, грубо говоря, 18 танкойнов при полной задротской неделе, если вы выполняете все недельные миссии, то есть именно таки три недельных миссии вы выполняете, получаете на свой аккаунт шесть недельных контейнеров, и за этот счет вы сможете получить 18 танкойнов. По моим подсчетам за год, Авети Смертелян 2, выполнив все еженедельные задания, сможет заработать около 900 танкойнов. То есть, если, например, смотреть на данный год и считать его бы с января, можно было бы заработать 936 танкойнов, но понимаете, что недели тоже как бы меняются, и возможно таки данное количество будет около 900 танкойнов. Грубо говоря, вы сможете за один год, полный задротский год, заработать всего 900 танкойнов. Это без дополнительных конкурсов, без дополнительных каких-то розыгрышей, потому что, понятное дело, что данная игровая валюта будет появляться еще где-то, но согласитесь со мной, 900 танкойнов это как-то мало. За год. Я понимаю, если бы за год хотя бы можно было бы поднять там 2-3 тысячи, то это было бы более как-то достойно, но как-то очень слабовато все это дело выглядит, и, ребята, мне бы хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет, что вы вообще думаете по этому поводу, считаете ли вы данное количество большим или нет, но я считаю, что можно было бы, конечно же, хотя бы с одного недельного дать по, например, 5 танкойнов, и тогда бы, грубо говоря, данная цифра была бы хотя бы уже полторы тысячи, где-то, может, даже чуть больше за год, и, условно говоря, ведь Смергелян мог бы поднять уже бы намного больше сумму, и, конечно же, за счет этой данной нагибаторской суммы уже потом, возможно, себе приобрести какие-нибудь боевые пропуска, а это на полторы тысячи можно было бы поднять целых три, то есть, грубо говоря, у 1 четверть года, если выполнять челленджи, то она была бы уже бы заполнена бесплатными боевыми пропусками, но, так как у нас данное количество в год может быть заработано только 900, то, грубо говоря, чуть меньше двух боевых пропусков вы можете на свой аккаунт приобрести. Также я хотел сегодня рассказать про летнюю распродажу. Продажу меня очень сильно порадовало то, что на данных выходных, когда у нас планируется божественный, аппетитнейший стрим-марафон, он будет у нас, к слову, в воскресенье, если кто-то, ребят, не знает, то обязательно приходите на него, с утра он там начнется, и будем вообще жестко-люто задротить, и меня очень сильно порадовало то, что у нас появится X2 Fonday, значит, что челлендж будет набиваться при дополнительном кристальном заработке, не знаю, конечно, зачем мне эти кристаллы, возможно-таки на покупку новых синих шаров, для, конечно же, вас в каких-то определенных конкурсах и прочих штеллах, ну, а что касаемо скидочек, то скидочки у нас тоже имеются, и, как всегда, у нас они по 30%, и на МПК 3050 стандартные дефолтные скидки, как бы уже тысячу миллионов раз я по этому поводу говорил, и скажу вам так, что по сути, если вы еще не знаете, вы можете спокойнейшим образом прокачать весь свой гараж по одному шагу, без ускорений, и за счет этого даже неплохо-таки так сэкономить, и плюс прокачаться, поэтому, если хотите выгодно прокачиваться, то прислушайтесь моей точки зрения. Ну, а что касаемо моего любимейшего нагибаторского челленджа, который я буду проходить на выходных, я думаю, что, грубо говоря, за тот самый нагибаторский стрим у меня получится поднять хотя бы каких-нибудь там 400-500 звезд, и как можно быстрее приблизиться к тому количеству, чтобы мне уже можно было бы как-нибудь быстренько прекращить данный челлендж, но я понимаю, что еще имеется у нас жесткая нагибаторская разрушительная война, и придется потом еще понабивать киллы, вот вы видите, например, сейчас я уже играю на Гауссе, на Гауссе, к слову, киллы бывает, в катках получается очень большое количество потырить, даже не в ДМке, не в режиме Джаггернаута, поэтому, как по мне, использовать данную пушку в таких боях довольно-таки продуктивно, то есть спокойнейшим образом при сводке почти всегда вы можете забрать фраг, это значит, что дополнительно то самое количество, которое вы можете прибавлять в матчмейкинговых катках, то есть, ну, там надо набить 7000 киллов, я понимаю, что это довольно-таки большое количество, но, играя на таких пушках, вы можете, в принципе, данное движение подускорить. Понятное дело, что быстро это все дело не бьется, но в какой-то степени так вот можно ее чуть-чуть-чуть подускорить, возможно, у вас имеется какая-то своя любимая нагибаторская пушка, на которую у вас получается бить еще лучше, но для меня эта пушка такая вот Гаусс, и, как по мне, такая вот более новая, интересная пушка работает в данном сочетании довольно-таки интересно. Что же я хотел еще, ребят, добавить, добавить, я хотел то, что, по сути, танкойны и все те движения, которые сейчас происходят вместе с ними, телекомы полностью показывают то, что игра будет в дальнейшем прибавлять, при, при, не могу уже выговорить, превращаться в ту самую донатную игру, потому что, по сути, раньше была такая возможность вообще, в принципе, не вкладывать в игру, и у меня данная возможность присутствовала. Что же будет сейчас? Сейчас многие танкисты, даже которые не донатят танки, набивая не на недельных контейнеров свои танкойны, в каких-то моментах, может быть, захотят сами задонатить в игру, потому что, например, вот он набьет за определенное количество время там 200, например, танкойнов, не покупая в челленджах боевые пропуска, думая, что это бред, но потом, когда он набьет 200, подумает, блин, а всего же надо 500, а давай-ка я закину. Именно на такой момент имеется установка у разработчиков, и как маркетинговый ход, да, какой бы он глупый не был бы, он все равно может сработать. И, условно говоря, вот такой вот бы человечек мог бы просто подзакинуть денежку нашему любимейшему проекту, а он бы с радостью сказал бы «На, забирай свои танкойны и нагибай вместе с ними наш любимейший нагибаторский челлендж». Я не перестану говорить, что мне уже надоели эти челленджи, и я бы хотел, чтобы они закончились, но... Похоже, они явно не собираются заканчиваться в этом году так точно, возможно, в следующем что-то изменится, но такой вот вид заработка, который сейчас дает данный челлендж разработчикам, я думаю, что они не хотят упускать этот шанс, и даже при том раскладе то, что сейчас выполняет челлендж уже, с каждым новым челленджем игроков выполняет его все меньше и меньше, все равно они заинтересованы в этом, они заинтересованы в том, чтобы игроки продолжали покупать, теперь уже танкуемы, потом продолжали покупать уже боевые пропуска, ну и, соответственно, вкладывать свою определенную лепту и денежку в нашу любимейшую игру. Ну и напоследок я бы хотел сказать то, что, как бы это печально не звучало, но разработчики уже даже возвращают старые спецпредложения, по 100 рублей PayPal предложение, кто, ребят, знает, которое у нас было уже давным-давно, оно там такое вот аппетитное, сочное, да, я даже в какой-то момент смотрел на него, так думал, блин, может мне его взять, оно тоже у нас появится, за 100 рубчиков там будет входить кристаллы, и, если не ошибаюсь, 5 контейнеров, и это, понятное дело, тоже точно тот спецпак, который будет также покупать большое количество игроков, потому что в какой-то степени он выгодный, но более чем я уверен, что с этих контейнеров вам точно ничего не выпадет, можете просто взять и проверить. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, ребят, получился, если вам понравилось, то не забывайте ставить лайк, посчитайте, сколько вы сможете заработать танкойнов за определенное количество времени, например, вот, вы думаете, там будете там задротить столько-столько, а может быть, вообще не будете задротить, не будете набивать танкойны, и напишите по этому поводу в комментариях. Ну, а с вами был Мастер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok